Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Глава Дагестана встретился с религиозными деятелями, обсуждали взаимодействие власти и религиозных объединений и помощь гражданам в пандемию. Любимица россиян уже ждет своих туристов. В Дагестане возобновили регулярные рейсы в Турцию. Искусство помогает жить и служить. Началась выставка пленерных работ о родном крае. Сегодня глава республики Сергей Меликов встретился с лидерами религиозных конфессий, а именно с муфтием шейхом Ахмадом Афанди, архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варламом, председателем иудейских общин региона Валерием Дебеляевым. На встрече обсудили тему взаимодействия власти с религиозными объединениями и роль духовенства в формировании нравственности среди молодежи. Также руководитель субъекта призвал вести разъяснительную работу с населением по поводу вакцинации от коронавируса, которая может помочь людям защитить себя и близких. Муфтий республики шейх Ахмад Афанди награжден медалью за верность отчизне. Награду духовному лидеру вручили на встрече с дагестанскими ветеранами-афганцами. Муфтий поблагодарил за оказанное внимание и отметил героический труд защитников Родины. Шейх подчеркнул, что именно интернационализм и любовь к Родине являются причинами объединения людей. Я вас считаю патриотами страны, героями. И вас я могу уверенно называть, что вы наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Когда там воевали, вы же не делились, вы же не спрашивали там, это кто, это какой нация, это какой район. Как, братья, как одно тело вы друг друга защищали, защищали свою Родину. Вот это вас и объединяет. Любовь к Родине, любовь друг к другу. Может, кое-кто, защищая своего брата, сам остался там. Поэтому вам непростительно делиться. Да, Аллах, чтобы у вас все было благополучно. В завершении встречи духовному лидеру ветераны-афганцы передали памятный сувенир в виде кинжала. У РГВК «Дагестан» новый руководитель. Исполняющим обязанности генерального директора назначена Камила Гамзатова, глава информационного центра «Дербенские новости». Ранее Камила Гамзатова работала журналистом, затем шеф-редактором программы «Время новостей» на канале РГВК «Дагестан», затем в информационно-аналитическом отделе Народного собрания Республики, в пресс-службе администрации главы и правительства Республики, а также в пресс-службе международного аэропорта Махачкала. Напомним, что с мая 2016 года по настоящее время телекомпанию возглавляла Елена Тагирова. «Добро пожаловать в Турцию. В аэропорту Махачкалы возобновлено международное авиасообщение, которое было прервано из-за коронавируса. В первую очередь дагестанцы смогут прямым авиарейсом попасть в Стамбул. Подробнее расскажет моя коллега Патимат Ханапова». Первые шаги на пути к восстановлению регулярного авиасообщения с другими странами. В расписании Махачкалинского аэропорта появились международные полеты. Первый авиарейс уже вылетел в Стамбул. «На вылет с территории Российской Федерации планируется уже более 150 пассажиров. На прилет в Российскую Федерацию немного меньше, в связи с тем, что это первый рейс, открывшийся в аэропорту». Всем пассажирам нужно иметь отрицательный результат по COVID-19. И выдан документ должен быть за три дня до пересечения границы. Это требование авиационных властей Турции. При поездке за границу путешественникам рекомендуется внимательно изучить правила приема гостей в стране. Но и, конечно же, обязательно проверить наличие задолженностей и долгов. «У нас выявляются часто лица, которые имеют задолженности различные, то есть им ограничен выезд из Российской Федерации. В таких моментах надо будет быть внимательным, проверить свой документ перед вылетом, чтобы не было таких заминок». Рейсы Стамбул регулярные. Вылет в 6 утра еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Пока международное авиасообщение налажено только с Турцией, но список будет периодически пополняться. «Я дал недолго, путешествовал по России в это время. Конкретно то, что Махачкал Стамбул открыли сообщение, это очень удобно, потому что я здесь по Кавказу поездил, и отсюда удобно было вылететь. Довольно много путешествую в целом, поэтому люблю открывать новые места. И здорово поехать в Турцию». Тем временем представители Ассоциации туроператоров России отмечают, что зарубежные путевки уже приобретают десятки тысяч туристов. При этом спрос на отдых в нашей стране не снизился. Батима Тханапова, Нурмагамид Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В МЧС Дагестана продолжается вакцинация от коронавируса. Так, накануне сотрудники, изъявившие желание привиться, прошли процедуру Махачкалинской клинической больницы. На сегодняшний день около 80 человек уже вакцинировано. Ранее были проведены все необходимые подготовительные процедуры. Отметим, что мероприятия по привитию от COVID-19 в чрезвычайном ведомстве начались еще в декабре прошлого года. На сегодняшний день все прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо. Исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов встретился с благотворительными организациями и представителями бизнес-сообществ. В ходе встречи речь шла о совместной работе по социальной поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также пожилых людей и инвалидов. Сергей Меликов отметил работу благотворительного фонда «Инсан», их финансовую и продуктовую поддержку нуждающимся в период пандемии. В такие тяжелые минуты, моменты, в этом отношении проявились и лучшие качества. Лучшие качества наших земляков, которые, в том числе здесь присутствующих, которые, несмотря на сложность всей экономической истории, связанной с пандемией, нашли возможность еще и помочь людям укрепить. Укрепить те структуры, от которых во многом зависело сохранение жизни и сохранение здоровья наших с вами земляков. В завершении встречи в Рио глава республики вручил государственные награды благотворительным фондам и меценатам. Напомним, только за апрель и май прошлого года «Инсан» раздал около 400 тонн продовольствия на сумму более 22 миллионов рублей. Всего продуктовую помощь получили больше 32 тысяч дагестанских семей. Благотворительную помощь получили и жители Дербента, где также прошла акция фонда «Инсан» «Продукты в каждый дом». Всего продуктовых наборов рассчитано более чем на тысячи семей. Помощь будет распределена среди нуждающихся Дербента и Дербентского района. К акции подключились представители органов власти, религиозные деятели, известные спортсмены и волонтеры. Организаторы отмечают значительный вклад жителей республики в оказание помощи нуждающимся. Благотворительный фонд «Инсан» сегодня является самым масштабным по оказанию помощи своим подопечным, число которых достигло несколько тысяч семей. Это и продуктовая помощь, помощь медикаментами, улучшение жилищных условий и обеспечение необходимой одежды. Из Верхнего Куруша в Нижний марафонец Займудин Семедов устроил одиночный забег на дистанцию 370 километров. После длительного режима самоизоляции и отмены крупных стартов по всему миру, дагестанец решил преодолеть стрек, стартовав с самого высокого населенного пункта в Европе, села Куруш до Куспаринского района. Движется он сейчас в сторону села Новый Куруш, Хасавюртовского района. Марафон рассчитан на три дня, в завершении которого Займудин обещал дать эксклюзивное интервью нашему каналу и объяснить, чему же был посвящен его одиночный забег. В Махачкале состоялось открытие выставки пленерных работ. В экспозиции представлено 95 картин дагестанских художников. Среди них профессионалы и учащиеся профильных вузов. Подробнее расскажет Карим Данев. Хидир Зулдан Юнусов хорошо известен среди полицейских, но подполковник в отставке славится не только звездами на погонах. Он также гордо носит высокое звание заслуженного художника Дагестана. Искусство помогает служить и творить и жить. Честно говоря, во многих жизненных трудных ситуациях мне всегда искусство вручало. Свой китель, известный в республике художник, повесил на гвоздь, но мольберт и кисточки неизменно сопровожают Хидир Зулдана со школьной скамьи и верно служат инструментами самовыражения. Его картины красуются на выставках, в музеях и частных коллекциях России и зарубежья. После мастерской, когда уходишь, ты окрыленный, что-то сделал благое, хорошее, потому что ты знаешь, что эта работа кого-то будет радовать. Не для себя же это все пишешь. Эти картины большинство дарится, приобретается и в частных коллекциях у людей. Заработкой искусством нельзя так заниматься. Искусство должно быть вдохновение, порыв, внутренняя гармония. Тогда создаются истинные картины. Выставка пленарных работ дагестанских художников традиционно проходит каждый год. В этом году экспозиция посвящена родному краю. Среди авторов работ, помимо профессионалов и народных художников Дагестана, присутствуют также студенты художественных вузов и самоучки. Главный критерий – соответствие высокому уровню мастерства. Главные художники здесь подчеркнут и поймят свое состояние природы. Состояние природы, естественно, он, конечно, и состояние своей души тоже передает эти работы. Отличаются наши художники дагестанские особой теплотой, особой такой яркими красочностью. Игра оттенков и контрастов на выставке пленарных работ продлится до конца февраля. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Книга – это целый мир. Удивительный и волшебный. В Махачкале в рамках Международного дня дарения книги жителям столицы и гостям города были розданы книги дагестанских авторов. Акцию провел дагестанский Миннац. Этот праздник объединяет всех, кто не только сам любит читать, но и дарит возможность сделать это другим людям. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. Тем временем в рамках празднования Международного дня дарения книги в Рио-министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Мустримов вручил книги детям, возвращенным из Сирии и Ирака. Встреча главы ведомства с ребятами состоялась в стенах Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Энрик Мустримов призвал детей уделять чтению как можно больше времени, так как книги помогают развиваться и совершенствоваться. «Человек, с моей точки зрения, который не прочитал ни одну книгу, он не может быть образованным человеком в принципе, потому что книга и сегодня остается не только средством для получения информации, но и вручает в виде подарка, много очень издают в современном мире. И пока это все есть, значит, у нас общество живет». Детям устроили и экскурсию по вузу. Также ребятам были наглядно продемонстрированы научные эксперименты по физике и химии. «Первое, то, что не спасла пророку Мухаммаду, не уверуй, ни слова уверуй, ни уповай, ни молись, или там постись и так далее. Представляете, Аллах в Коране первое слово говорит, читай. Призыв к образованию, призыв к самосовершенствованию». Дагестанские борцы-вольники показали лучший результат на первенство страны среди глухонемых. Всероссийские соревнования среди спортсменов в возрасте 18-20 лет проходили в минувшие выходные во Владимире. Наши атлеты завоевали три золотые и три серебряные медали. Чемпионами стали Муса Мутаев, Камиль Изудинов и Магомед Агир Шемеев. Серебряные медали соревнований у Магомеда Расула Алиева, Мухаммада Аджиева и Магомеда Абдурахманова. Призовые места позволили дагестанской команде стать лучшей в общем зачете. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.